Опыт беспомощности у ребёнка формируется примерно к восьми годам. Он же в это время научается создавать те эмоции, которыми управляет взрослыми или своими друзьями. Но мы сейчас говорим о формировании вот этой беспомощности. Итак, прежде всего, это три источника таких. Это опыт переживания неблагоприятных событий. То есть тогда, когда ребёнок не может контролировать события собственной жизни. Но он уже должен научиться контролировать события собственной жизни. Шнурок завязать. Это уже контроль собственной жизни. А эти родители не дают. И вот он начинает приобретать вот этот негативный опыт, что он не может контролировать свою жизнь. Он хочет пойти вот этой дорогой. Амаль говорит, иди сюда, ты бестолковый. Да пусть пройдёт. Ну лишний. Ну полу же хоть пройдёт. И это опыт его контроля. Его когнитивной карты мира. И нет. И вот когда этот негативный опыт переживаний неблагоприятных событий, когда он не контролирует, а его заставляют, как те зверушки в тех роликах, о которых я говорил, он переносит на другие ситуации. Переносит в взрослую жизнь. И тогда уже он может и должен контролировать реальную ситуацию. Выбирать свой путь. Выбирать цели жизни. Смысл жизни. А он уже не способен на это. Вот это заложили родители. Отвратительное дело. Родители, задумайтесь. А те дети, которые получили это, это не фатально. Вы берите жизнь в свои руки. И я подскажу вам, как это взять. Это не значит, всё, теперь вы пропали. Значит, первый опыт негативных переживаний оставляем в детстве вместе со сранными штанами. Но вот второе, что это, это опыт наблюдения за беспомощностью людей. У нас телевизионные программы показывают, ну обязательно нужно показать, где-нибудь в Камеруне или там в Чаде какая-то стихия пальма вырвала и 10 человек в море унесло. Ну действительно, эти катаклизмы, мы не можем ничего сделать. Ну а зачем мне это показывать? Что я без этого жить не смогу? Теперь усраться и не жить, если я об этом знать не буду. Мне может быть лучше знать, какая будет у меня пенсия или какой урожай, будет ли у меня мясо на столе или нет. Или рыбу куда загнали. А мне показывают о том, что там 10 тысяч человек цунами унес. Какой хрен мне это нужно? И вот это формирует у нас вот беспомощность жертв. И что за днем в день, и за днем в день. Блин, как будто вредители сидят там. А может быть вредители? Давайте задумаемся об этом. Ну у вас есть пульт, выключайте к чертовой матери. Смотрите другие фильмы, веселые. А может быть и порнушку. Там всегда хорошо заканчивается. И вот еще одно важное. Это тогда, когда не сформировалась самостоятельность. А самостоятельность сформируется в детстве. Ну если в детстве не сформировалась самостоятельность, если в детстве вы не научились кататься на велосипеде, формируйте самостоятельность сейчас. Да в любом возрасте формируйте. Я начал формировать где-то с 9-13 лет самостоятельность постепенно наращивать. В 13 я уже был совсем самостоятельно. А я пытаюсь внучку учить самостоятельность. Она у меня в зимние каникулы в первом классе самостоятельно поехала с танцевальной группой в другой город за 2000 километров. Уже самостоятельно родители паниковали. А сейчас она уже больше самостоятельна. Приучайте к самостоятельности детей. А если вас в детстве, вы, ребенок, не приучили к самостоятельности, сами выходите, самостоятельно будьте. Учитесь! Идите, позвоните кому-нибудь, берите, набирайте рекламные телефоны и звоните, спрашивайте что-нибудь. Или подойдите, спросите, сколько стоит, а сколько это в граммах будет. То есть действуйте, живите в социуме. И вот эта готовность будет у вас выработана каким-то действием. А отсюда, отсюда есть очень важный вывод. Вывод. Вывод о том, что вы сами находите свой смысл жизни. Когда вы активны, самостоятельны, когда вы небеспомощны, когда вы выбираете свой путь. Ну пусть ошиблись. Да не страшно. Вы можете изменить что-то в жизни, как говорится. Мужу поменять или работу поменять. Но вы можете менять что-то. Я в жизни вот сейчас поменял, в другом городе живу. И небеспомощный. Хотя старые дочери очень переживали, что я здесь буду как бы умирать. Сам себе приготовить, сам себе постирать. И врачей тут нет. Я самостоятельный, с детства самостоятельный. И видите, какой активный. Уже 70-й год пошел. От рождения. Так что, друзья мои, смысл жизни, радость жизни в наших руках. Она в нашей голове, в наших руках, ногах и действиях. А вы мне говорите, кофе пьете без удовольствия. Друзья мои, с удовольствием нужно жить. А удовольствие – это ваше субъективное ощущение. И, может быть, некоторые бурю любят, другие – солнце. И они получают удовольствие от того, что им нравится. И не важно, кому поп, кому попадья, а кому попова дочка. Важно, чтобы получать удовольствие. Друзья мои, мы на связи. И я вас научу. Научу наполнять жизнь смыслом, радостью. И радостью от преодоления жизни, от самостоятельности, от ваших шагов, собственных шагов. Пусть с ошибками. Но вперед!